Одна из главных новостей недели на Ближнем Востоке продолжающейся массовой демонстрации протеста в Иране. Выступления недовольных высокой инфляцией властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года. Тогда, напомню, на улицы вышли миллионы иранцев, которые были несогласны с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадин и Жада. В Израиле внимательно следят за происходящим в Исламской Республике. И хотя между странами нет дипломатических отношений, тем не менее в еврейском государстве проживает большая община выходцев из Ирана. А до исламской революции Иерусалим и Тегеран даже поддерживали очень теплые отношения. Обсуждают в Израиле также реакцию иранских властей на протесты, особенно заявление, которое сделал верховный лидер Ирана Айтала Али Хаминаи. Хаминаи возложил вину за массовые демонстрации на враждебные, по его словам, силы из-за рубежа. В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку для создания проблем в Исламской Республике, заявил Хаминаи. А вот президент Ирана Хасан Роухани сделал еще более конкретное заявление, отметив, что за беспорядками в Иране стоит Израиль. Канцелярии израильского премьера обычно не реагируют на подобные высказывания, однако в этот раз было сделано исключение. Я слышал заявление президента Роухани о том, что Израиль якобы стоит за демонстрациями в Иране. Это не только ложь, это смешно. В отличие от Роухани, я не буду оскорблять иранский народ. Он заслуживает большего. Отважные иранцы выходят на улицы. Они стремятся к свободе, справедливости и к основным правам, в которых им отказывали десятилетиями. Жестокий режим в Иране тратит десятки миллиардов долларов на распространение ненависти. Эти деньги можно было использовать для создания школ и больниц. Неудивительно, что люди выходят на улицы. Режим боится их, боится собственного народа. Вот почему они заключают тюрьмы студентов. Вот почему они запрещают социальные сети. Но я убежден, что страх не победит. Потому что иранский народ умный, искушенный и гордый. Сегодня он рискует всем ради свободы. Сейчас с нами на связи генерал-майор Запасов, прошлом глава разведки Моссад Дания Том. Господин Том, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Господин Том, на этой неделе президент Ирана обвинил Израиль в попытке свергнуть режим в Исламской республике. Вы, как бывший шеф Моссада, как вы комментируете эти заявления? Иран, как обычно, всегда обвиняет Израиль во всем, что так или иначе угрожает стабильности правящего режима. Кроме Израиля и Моссада, в этом списке обычно фигурирует и ЦРУ. Это автоматическая реакция. Я это называю знакомым рефлексом и предлагаю не воспринимать это серьезным образом. Но премьер-министр думает иначе. Он как раз публично прокомментировал, мы только что слышали его заявление. Почему, на ваш взгляд, Бенемен Таньягу все же прокомментировал заявление иранских властей? Я думаю, что Таньягу получил поддержку в виде сообщений в Твиттере президента США Дональда Трампа. Сначала Трамп был более сдержанным в своих постах, но по прошествии времени его комментарии стали более агрессивными в отношении иранского руководства. Так, например, Трамп заявил, что народ Ирана заслуживает лучшего руководства и что весь свободный мир поддерживает участников протестов. Я думаю, что это дало повод Бенемину Таньягу сказать именно то, что он сказал. Мне кажется, что мы не должны открыто вмешиваться в происходящее в Иране и делать подобное заявление. Да, это не секрет, что мы заинтересованы в падении нынешнего режима в Тегеране. Но следует воздерживаться от публичных призывов к свержению власти. Господин Адам, смотрите, какая интересная вещь. Президент Турции Эрдоган совсем недавно, когда была попытка переворота, обвинил Израиль в том, что он вмешивается в Турцию. А лидер Хизбаллы постоянно обвиняет Израиль, что Моссад тоже вмешивается. Сейчас иранские власти обвиняют Израиль. Получается, либо они врут и, соответственно, нельзя этому верить, либо, наверное, что-то не получается у Моссада, если ни в одной из этих стран не свергнута действующая власть. Все понимают, что на уровне разведслужб идет настоящая война. Израиль никогда не прекращал сбор разведывательной информации. В свою очередь, наши враги тоже не дремлют и пытаются за нами наблюдать. Только на этой неделе мы узнали, что в районе Хеврона были задержаны палестинцы, которые, согласно подозрениям, собирали информацию для иранских спецслужб. Это все было, есть и будет. Но какое это отношение имеет к народному протесту в Иране? Думаю, что нет никакой связи. Вспомните 2009 год, когда народ в Иране был недоволен политикой президента Ахмадинежада. Мог ли Моссад приложить тогда руку к протестам? Не думаю. Зато стало модно с тех пор обвинять во всем Израиль и спецслужбы еврейского государства. Я еще раз подчеркну, у нас нет проблем с иранским народом. У нас есть проблема с иранским режимом, который распространяет террор на Ближнем Востоке, помогает Сирии, Хизбалле, называет Израиль малым сатаной. Представители этого режима постоянно говорят о необходимости нас уничтожить. Если мы и делаем что-то в этом направлении, то не распространяемся на этот счет. Вы вспомнили 2009 год, когда Ахмадинежад победил на выборах. А я вспоминаю совсем недавно вступление в должность Йоси Койна, нынешнего руководителя Моссада. Вот тогда, например, Бенемин Танягу сказал, что у разведки Моссад есть способность, я цитирую, выстраивать отношения с региональными игроками на Ближнем Востоке. Речь идет об умеренных режимах, арабских режимах. Очень простой вопрос. Если Моссад может наводить мосты между странами, то можно предположить, что Моссад занимается и свержением существующих режимов? Секретные службы сегодня играют важную роль на Ближнем Востоке. Богатый опыт провальных попыток свалить действующие режимы есть у ЦРУ. На некоторых операциях до сих пор есть гриф «совершенно секретно». Что касается Моссада, могу сказать, что главная его цель – это сбор информации и борьба с террором. Моссад также занимается предотвращением попыток некоторых стран и организаций получить доступ к неконвенциональному оружию. Не стоит быть наивным и не понимать, что иногда Моссаду приходится заниматься и другими вещами, в том числе вопросами, которые могут показаться, на первый взгляд, не имеющим отношения к работе разведслужб. Это касается и ситуации в Иране. Но будет ошибочно полагать, что изменения внутри Ирана могут произойти лишь в результате вмешательства внешних факторов. Если иранский режим падет, а я на это очень надеюсь, то только в результате внутренних процессов в иранском обществе. Когда на улице вместо десятков тысяч выйдут миллионы иранцев, вот тогда можно будет говорить о возможности смены режима. А пока никакая иностранная разведка и никакая чужая организация не смогут свалить Айатол в Тегеране. Вот что примечательно, Бенемин Танягу, да и многие эксперты по Ирану говорят, что одна из причин недовольства в Иране, это то, что власти в Тегеране пытаются распространить идеи революции, шиитской революции на другие страны, на Ближнем Востоке. Это немножко напоминает ситуацию в Советском Союзе, когда были проблемы, был дефицит неких товаров, зато Советский Союз помогал, скажем, коммунистическим режимам, не знаю, в Кубе, в Африке или в странах Азии. Тогда говорили, что Запад как раз приложил руку к развалу СССР, а сейчас, если будет свергнут режим в Иране, получается, тоже можно говорить, что некоторые иностранные игроки пытаются вмешиваться в ситуацию внутри Ирана. Международное сообщество должно поддержать протестующих в Иране, даже на словах. Речь идет о молодых иранцах, студентах, людях, которые заканчивают вузы, и им некуда идти работать. Это миллионы людей. Безработица в Иране составляет 13%, это очень большая цифра. Может ли Запад как-то помочь демонстрантам на данном этапе? Сложный вопрос. У демонстрантов нет единого руководства, это спонтанные акции, они массовые, но они не подчиняются приказам сверху. С одной стороны в этом ее сила, но с другой стороны в этом и слабость. Правящий режим в Иране пока не применяет жесткие меры в отношении демонстрантов. Есть убитые, но их число относительно небольшое, и власти пока не спешат проливать кровь. Они всегда могут это сделать, пока протест под контролем, и в этом нет необходимости. Что еще может сделать Запад? Например, ужесточить санкции. Да, это нанесет удар по простым людям, но зато заставит многих выйти на улицы. Еще один способ оказать влияние – это через СМИ. В нынешнем Иране есть миллионы граждан, которые хорошо знакомы с западным образом жизни. Это незакрытая страна, там прекрасно знают, что происходит в мире. Не все любят консервативную одежду, люди хотят носить джинсы и футболки. Желание иранцев избавиться от запретов и жить по-западному – вот это и нужно приветствовать и поощрять. Называйте это пропагандой, рекламой, как угодно. Называйте это психологической войной. Главное, чтобы простые иранцы поняли – есть альтернатива существующей власти. Господин Атом, вам не кажется, что сегодня в сложившейся ситуации, особенно на фоне продолжающихся протестов в Иране, власти в Тегеране могут, например, попытаться отвлечь внимание международного сообщества? Кто-то даже связывает это с обстрелами сектора Газа, ведь известно, что Хамас получает поддержку из Ирана. Такую возможность нужно иметь в виду. В вопросе смены режима в Иране Израиль далеко не на первых ролях. Это под силу только Соединенным Штатам. Именно Америка может оказать влияние на происходящее в Иране. Я считаю, что Белый дом сегодня должен оказать поддержку демонстрантам, нужно быть более агрессивным. Если Иран оказывает влияние на весь Ближний Восток, поддерживает Хизбаллу и Асада, снабжает оружием хуситов в Йемене, вмешивается в происходящее в Афганистане, то Америка имеет полное право быть мировым жандармом в нашем регионе. Израиль, со своей стороны, должен отойти в сторону и ждать, пока этот, как я уже сказал, отвратительный режим будет свергнут. Даня Атом, генерал-майор Запаса, прошлом шеф разведки МОСАД. Большое спасибо за это интервью. Спасибо и хорошего вечера, Евгений. Смотрите далее в нашей программе. На фоне обострения ситуации на юге, израильская служба тыла проводит масштабные учения, к чему военные готовят население в Израиле. Историческая справедливость или аннексия Западного берега. Что обсуждали, о чем договорились и к чему призывают члены Центра партии Ликут своего лидера, премьер-министра Бениамина Нитаньягу. Религиозные партии требуют провести закон о работе магазинов по субботам. В оппозиции предупреждают новая инициатива – это нарушение статуса КВО. Коалиция на грани развала. Сон в летнюю ночь. В израильской опере – большая премьера. Знаменитая пьеса, где вместе существует опера и кино. Что такое кинопаильон? Черная коробка и много фонарей. Ничего там больше нет. Но при этом там рождается очень много чудес и фокусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова